Безопасность превыше всего. В преддверии 20-й международной специализированной выставки безопасности охраны труда состоялась пресс-конференция. Её организатором выступила Саморегулируемая ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты при участии Союза журналистов России и Союза журналистов Подмосковья. Речь шла о проблемах и перспективах охраны труда в России. За последние 10 лет количество людей, травмированных на производстве, сократилось более чем в два раза. С начала 2016 года снижение составило порядка 8%. «Примерно 75% всех случаев – это неправильные действия либо представителей работодателя в части неорганизации работ, либо работников в части сознательного либо несознательного нарушения мер безопасности, в том числе и неприменения средств индивидуальной защиты». Правительство ввело целый ряд экономических стимулов в части тарифов дополнительных взносов в пенсионный фонд. Надбавок – фонд социального страхования на увеличение объёма компенсации работникам, задействованным во вредных условиях. Вместе с тем, как отметил Валерий Корж, работодатели, проводя оценку условий труда, уже аккуратно подходят к сохранению и обеспечению социальных прав и гарантий своих сотрудников. Ещё одна проблема – обеспечение качества самих средств индивидуальной защиты. Роспотребнадзор ежегодно выявляет опасные образцы. «Примерно около 12% образцов не соответствовало требованиям, которые нормируются техническим регламентом. Общая сумма штрафов, которая была наложена за 9 месяцев 2016 года – это 2,7 миллионов рублей». Оборот российского рынка индивидуальных средств защиты превышает 120 миллиардов рублей. Цифра внушительная, при том, что треть работников защиты не обеспечена. В эту сферу входит сельское хозяйство, где вредные факторы, хотя и в незначительной степени присутствуют. «Во многих отраслях, например, в сельском хозяйстве, в машиностроении, они чего-то обеспечивают, какие-то элементарные вещи. Но если в нефтяной промышленности на одного работника тратится порядка 14-15 тысяч, то в сельском хозяйстве это порядка 700 рублей. Это ни о чем. Поэтому мы потихонечку, но достаточно достойчиво пытаемся, так сказать, объяснить людям, что то, о чем говорил здесь представитель Министерства труда, что главное – это человек». Федеральную службу по труду тревожит ситуация в коммунальной отрасли. Отчасти причиной стало неправильное применение средств защиты. И здесь на первый план выходит необходимость обучения персонала элементарным правилам соблюдения безопасности. «У нас сейчас очень большое внимание вызывает такая проблема, как гибель работников в колодцах, водопроводно-канализационное хозяйство. У нас только в этом году погибло уже 35 человек. Нельзя сказать, что там отсутствовали средства защиты, хотя в большинстве случаев это так. Но и неприменение этих средств – это как раз привело к тому, что вот эти люди не вернулись домой с работы». Новым технологиям в обучении правилам безопасности на производстве посвящен раздел 20-й юбилейной международной специализированной выставки «Безопасность и охрану труда-2016». Она пройдёт с 13 по 16 декабря в павильоне 75 ВДНХ. Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты обещает, что её площадь будет заметно больше прошлогодней. Расширенный круг участников впервые на биоте свои достижения в сфере безопасности покажут российские железные дороги, «Газпром», энергетические и металлургические компании. Наряду с гигантами подал заявку на участие Суксунский опытно-механический завод, первым в России освоивший производство очков из силикатного стекла. На уровне лучших мировых образцов здесь же изготавливают краски и респираторы. Средства защиты получили высокие отзывы пользователей. В отличие от марлевых повязок, которые, как доказано, мало от чего защищают, респираторы по своим характеристикам близки к медицинским средствам защиты и вполне поборются за место в аптечной сети. По цене они немного дороже марлевые повязки. «60 лет мы занимаемся производством средств веальной защиты в органах дыхания и специальной одеждой для защиты кожных покровов от воздействия радиационных, химических веществ». «Последняя разработка у нас – 3000-я серия, респиратор серии «Спира», который делают на автоматическом комплексе. Практически три человека обеспечивают весь этот комплекс работать». В рамках выставочной программы пройдут семинары, конференции. О своих возможностях на выставке расскажут центры реабилитации, которые в следующем году выходят на новый уровень предоставления услуг. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!